То есть использую без остатков всю 5-метровую катушку, которую по сонарту отсылают китайцы. Моя лента имеет 60 светодиодов типа 50-50 на 1 метр. По таблице это 14 ватт на метр. На 2,5 метра получаем 35 ватт. Мощность делим на напряжение питания ленты в 12 вольт и получаем ток почти 3 ампера. Ищем. Блок питания 12 вольт же. Я взял на 3 ампера, чтобы показать вам, что слова на гребе были не просто так. Для простого удобного подключения ленты блок питания напрямую можно использовать вот такой вот разъём. Но я хочу управлять яркостью, поэтому взял вот такой вот самый дешёвый диммер. К тому, что он самый дешёвый, мы вернёмся чуть позже. Ещё могут пригодиться вот такие вот кнопочки. Для работы от аккумуляторов нужны аккумуляторы. Например, трёхбаночный лидий-полимерный аккумулятор от радиоуправляемых моделей. Игра такая вот самодельная сборка из аккумуляторов формата 18650 из моего выпуска номер 78. Для удобного подключения пригодится разъём XT60. Также можно просто взять три лидий-вых аккумулятора 18650 и засунуть их в холдер. Все узлы и крепления я буду делать из полипропиленовых нут и питания. Начинаем сборку. Большая панель будет сделана из листа алюминия размером 20 на 30 сантиметров. Пропиливаем и обрабатываем края. Маленькая панель будет сделана из кастрюли. Это для эксперимента. Я сделаю две панели разного размера, но с одинаковой мощностью. И посмотрим, насколько сильно будет греться панель с более плотным расположением светодиодов. Светодиодами я равномерно заполню всю поверхность, оставив снизу 5 сантиметров для технических нужд, крепления, крепления, диммера и прочего. Ленту нарезаю на кусочки под 25 сантиметров. Обезжириваем поверхность панели. Я решил наклеить две полоски изоленты там, где у ленты будут свежеотрезанные контакты. Теперь клеим ленту на её собственный клеевой слой. Кусочки её расположены на таком расстоянии друг от друга, чтобы равномерно заполнить всю панель. Кстати, если будущая лента будет опаливаться, можно поклеить её суперклеем. Теперь выводим провод питания на противоположную сторону панели. И готовим кусочки ленты к панели, завалудив все контакты на верху панели. Для панели ленты разной мощности желательно использовать соответствующий провод, но это уже на ваше усмотрение. Одним проводом аккуратно соединяем все плюсы ленты, а затем другим проводом все минусы. Таким образом, все кусочки ленты будут подключены параллельно, и одна из лент подводит ко всем остальным ток. Это та самая, которую мы засунули в дырку. Кстати, кусочки ленты на маленькой панели мне удалось спаять более аккуратно. Советую пускать провода именно... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!